В целом цикле своих бесед я пытался медленно, растянуто нарисовать картину происходящего с революционным рабочим движением, пролетарским движением. Сегодня пришло время нарисовать общую картину, как это все работает вместе. Есть ролик «Формула успеха левых», стоит посмотреть линк под катом данного материала. Есть ролик об условиях победы пролетариата, записанный совсем недавно. Тоже стоит посмотреть его под катом. А теперь попробуем объединить это вместе, чтобы нарисовать, как это работает с двух сторон. Почему с двух? Нарисуем некую линию. Есть некий базис снизу. Это производственные силы, их развитие и производственные отношения. Я их рисую снизу не совсем корректно с точки зрения марксизма, так как производственные отношения частично являются надстройкой. Но все-таки я позволю для своей картинки нарисовать их снизу. Почему? Потому что непосредственно люди, участвующие в производственных отношениях, вот непосредственно, это люди, которые занимаются в той самой сфере услуг, производства товаров. Это крестьяне, рабочие, инженеры, научно-технический персонал. Они отчасти, эти отношения, конечно, являются надстройкой. Но представим, что есть субнадстройка. Что-то сверху. А вот сверху есть политические партии. Мысли, душа, чаяние. Рефлексия. Давайте нарисуем это все вместе теперь. И это мы будем рисовать на примере России. Только России. Причем России 19-го, ну, конца 18-го, и всего 20-го и 21-го века. Опуская Советский Союз. Потому что, собственно, антагонистические противоречия, которые были в капиталистической стране до Советского Союза и после, они как бы продолжают эту линию. Надеюсь, это понятно. Кургинян рисует все время на бумажках. Ну, я не рисую. Если зрители захотят, я буду рисовать. Если это понятно. Я повторю этот материал, но уже с рисунками. Нам понадобится еще одна камера. Но пока у нас ее нет. Итак, нарисовали некую линию. Снизу те, кто участвует в производстве материальных благ. Умные, исполнители, физический труд. Сверху те, кто рефлексирует. Деление надо провести чуть-чуть ниже. Но мне сейчас важно именно так. Я повторяюсь, но это важно. Итак. Смотрите, какая появляется закономерность. Середина 19-го века. Уже были декабристы. Есть масса угнетенных крестьян. Еще не появились рабочие. Но что у нас есть? У нас есть великая русская классическая литература, публицистика. И уже зарождается юриспруденция, философия права, философское обсуждение происходящего в стране. Уже делятся славянофилы на западников. И даже эта тематика отошла в сторону. Я понимаю, что это, наверное, сложно. Но вы просто загуглите. И станет все понятно. Кто такие славянофилы? Кто такие западники? Когда они отошли в сторону? Когда просто появилось понятие социалисты? Почему они сменили эти два дискурса, существующего в обществе? Ну так вот, сверху начинается русская литература. Она рефлексирует. Она мучается. Люди идут на подвиги. Снизу крестьянство живет своей жизнью. Оно сжигает усадьбы, как в романе, в повести Пушкина «Дубровский». Оно помнит Пугачева. Оно помнит Стеньку Разина. Вспоминаем Максима Горького, который как бы снизу смотрел на все на это и отдавал в зеркало вверх. Это не то, что самое, что Чехов со своим вишневым садом. Горький словно снизу доносит голос народа. Некрасов вполне себе такой справедливый барин, вполне себе эксплуататор, но мучается. И русское общество рефлексирует, переживает. Все русское общество – это повесть о лишнем человеке, о новом человеке. Это повесть о несбывшемся, о несправедливости. Вся русская классика держится на этих трех основных столбах или основаниях. А что же снизу? А снизу крестьянство, которое это не читает, не видит, не слышит. Оно живет градом китежем, православной мистикой, живет идеями каких-то пережитков Яна Купала или языческими пережитками. Все это вот так вот перемешано и периодически взбухивает и жжет усадьбы. И социалисты, западники, славянофилы, те, кто думают об этом, рисуют в своих диаграммах, собирая из газетных статей, из публицистики, из журналов, диаграмму. Вот в этом году больше жгут, в этом году больше голода, в этом году меньше и общество словно сливается с этим. Но, обратите внимание, эта вот черта, которую я нарисовал, она не переходная. Почему? Да потому что Энгельгард, потому что Толстой, потому что люди, которые реально занимались славянской общиной, русской общиной, они описывают, что стоит в библиотеках у крестьянцев, какой мизерный процент из них вообще мог читать? То, что там пишет Некрасов, то, что там пишет Добролюбов, Чернышевский, к ним отношений никакого не имеет. Я понимаю, что отношения между помещиком и крестьянином это некая надстройка. Я прекрасно это понимаю. Но я говорю, особо надстройки. Когда, образовавшееся, разночинное общество, дворянское общество, разлагающийся Российской империей, идущий к капитализму, выдает на горам материал, мысли, чувства, образы, которые не дают спокойно спать студенчишкам, профессорам, которые мечтают о хорошей жизни из патриотических соображений для русского народа. И эта линия, она не переходная. Потому что здесь просто темные люди, спившиеся деревни, процветающие деревни, они просто жгут усадьбы. Или мечтают о будущей кулацкой жизни. Ибо община, верфь, закрыла их от рвущихся к ним капиталистических отношений. До Столыпина еще лет сорок. До пауперизации русского крестьянства, до расчленения крестьянства на кулаков и наемных работников еще лет сорок. но цивилизация русская рождает из себя эту рефлексию. На красном ТВ, на Ленру, а это одно и то же. Для тех, кто до сих пор это не понял, красное ТВ и Ленру это одно и то же. Уже не раз об этом говорилось. У Сёмина Константина это рассказывалось. На других каналах рассказывалось. Сначала наступает этап морально-нравственного переживания, рефлексии, неприятия того, что происходит. Вот по большому счету с этого начинается то самое народничество. Хождение в народ, бросание бомб, оправдание тех, кто пытается посягать на святейшие особы в судах, развитие земства. Это всё потом. Ну вот с этого всё начинается. Так было во всех обществах. Сначала методами философии, искусства, публицистики, науки общество спазматически реагирует на происходящее в стране. И я должен отметить, что если ещё в нулевых годах это не работало у нас в России в эрефии, то сейчас блогеры, различные прорвавшиеся авторитеты через телевидение или через кинематограф начинают создавать некие каналы, ещё пока тщедушные по сравнению с западоцентристскими каналами или прогосударственными каналами. Иногда они даже сливаются с постгосударственными каналами, но начинают создавать некую рефлексию, появляются личности, люди, говорят. Это очень похоже на то, что было тогда. Но это настолько тщедушно по уровню культуры, по уровню символьной значимости. Понимаете, нет ещё Достоевских, нет Толстых, нет Чернышевских, нет Некрасовых. Пока это просто люди, которые зарабатывают на ютубе. Красное ТВ возникло уже давно, в 2007 году. Но тогда не было ещё ютуба, и мы базировались на сайте. Но мы об этом говорили, снимали, писали. Архив, колоссальный архив, во многом используется сейчас теми, кто пытается подняться на последней волне. И наши подходы, и методы, но это не важно. Важно, что работа идёт, а надстроечная. Второй этап. Надстроечный, как я уже говорил в ролике «Формула успеха левых», когда создаётся картина научная мира, не этико-эстетическая, не художественная, а научная, экономическая того, что происходит в стране. В Германии такую картину сделал Карл Маркс, в Российской империи такую картину сделал Ленин. Это была самая полезная работа, описывающая капитализм. Такой внятной картины, если вы смотрите «Красную жару», у левых ни один автор не создал. Спикеры есть, эмоционалы есть, мы словно застряли в той эпохе, мы рассматриваем Советский Союз, Российскую империю, пытаемся защитить её от мифов. Это есть. Все каналы, что Бэткомеден, Тубус Шоу, Гоблин, Сёмин, всё это делают. Но вопрос что делать? Даже диалектику уже Попов через Красное ТВ Ленру, который сейчас снимается у Гоблина, рассказывает, что нужна диалектика, всё это понятно. Но вот научной картины, что происходит в стране, нет. У ведущих левых партий и практиков, и теоретиков её нет. Возможно и есть, как я сказал в прошлом ролике, но так как она не созвучна, а с чем она не созвучна? И вот тут мы должны перескочить через линию вниз. Что же было в конце 80-х, начало 90-х, 19-го века? Подъём капиталистических отношений. Доморощенные капиталисты, купцы, буржуазия заинтересованы в рабочих. Создают класс, множат его, он ещё маленький по сравнению с крестьянством, меньше одной десятой с русским крестьянством. Этих 6 миллионов, 10 миллионов, тех 90 миллионов. Но наверху Ленин пишет работу о развитии капитализма в России, отражающую основные тенденции, а внизу уже давно бастуют рабочие. Они бастуют до появления и до смычки с народниками, потому что они их даже зачастую не признают за своих. Студенческие забастовки и акции это всё наверху, а внизу просто уже изучают стихийно, что такое локаут, стачка, забастовка. Оно просто само по себе как фундамент. Да, это производственные отношения, но завязаны они на базис, а базис это развитие капитализма, самостоятельного капитализма в Российской империи. Да, он ещё тщедушный по сравнению с капиталистическими странами первой волны, второй волны, а есть ведь капиталистические страны первой волны, Франция, Англия, Америка. Есть вторая волна, Германия, Италия, Япония. Видите, какой водораздел рисуется между первыми противниками первой мировой войны. Они уже есть, но это первая волна, это вторая. Мы, да, тоже, даже чуть ли не третья волна развития капитализма, но мы пытаемся как к женской груди присосаться к одному из союзников. Нам уж очень выгодно с Германией, но уж больно она близка. И вот назревает она, эта первая мировая война. Тут уже и съезды, и революции, революции во всех странах, уже и не одна, и 1848, и 1871, уже эти революции сотрясают всю Европу, и у нас 1902, 5, и 7, у нас все то же самое. Я сейчас не говорю о Китае, Афганистане, это наше пространство. Снизу развивается капитализм. Буржуи заинтересованы в рабочих. Рабочие увеличивают свою численность. Они знают, что в них заинтересованы. Они пытаются отставить свои права. Сверху уже было этико-эстетическое описание несправедливости. И культурная инъекция в сознание львиной доли думающей интеллигенции пришла. Появляются бомбисты, появляются адвокаты, появляется концепция Ленина «Мы пойдем другим путем», появляется книга Ленина о развитии капитализма в России, и тут же появляется предтеча будущих РСДРП «Работа с чего начать». Создаются корпункты по России, собирается информация о России и РСДРП. И тут же революция. Революция рождается в Москве, в Питере, по всей России на фоне войны. Но это снизу. Капитализм рождает рабочих, рабочие рождают ощущение своей значимости, они приобретают лаг по времени, то есть некие 10, 20, 30 лет борьбы, появляются внутренние ощущения противостояния. Это не 2-3 года, не 5 лет, не 10. За 10 лет они даже не успеют сформироваться, нужны эти десятки лет. У нас в современной буржуазной России был такой эпизод, когда с 3-го по 8-й год, 5-8-7 лет возник возник всплеск производящей деятельности, появляются автосборочные заводы всех гигантов мира, там появляются рабочие, и они тут же заявляют моментально, как грибы о своих правах создается профсоюз МПРА, но кризис обрубает Россию, а тогда не обрубил. Тогда России надо готовиться к одной войне, японской, потом к другой войне, тогда еще нет Алиэкспрессов, нет самолетов, нет пароходов, нет дешевой доставки стали, руды, ничего этого нет, все еще пока здесь, и поэтому работяги нужны, еще работа требует много физического труда, поэтому работяг много, и они сконцентрированы в одном месте, не то, что сейчас, и поэтому они действенная сила, а наверху уже был первый этап нравственно-эстетический, был второй этап понимания, что происходит, а теперь третий этап, наверху возникает боевая организация, полуподпольная, полулегальная, которая фактически выстраивает связь с теми самыми активистами, что ниже этой черты, с теми самыми рабочими, которые уже не в одном поколении сражаются на забастовках, кто-то скажет, да вот без Ленина нам ничего, поймите простую вещь, если снизу у вас нет десяти, двадцати, тридцати лет опыта борьбы тех самых работяг, то появись там Ленин, или не появись, его никто не заметит, потому что наряду с Лениным появилось еще десяток таких Ленинов, вы просто об них ничего не знаете, а Мартов, а Плеханов, что вы о них знаете сейчас, слышали звон, да не знаете где он, а может быть Мартов был прав, может быть Плеханов, а кроме Мартова и Плеханова, кого вы из них сейчас помните, дело конечно в культ роль личности в истории играет с большое значение, но без этой подложки вы беспомощны, поэтому две картины развития, три этапа освободительного движения, что рисовал Ленин, я сузил до последнего и расчленил его на три части, сначала культурное разночинное движение, потом появление картины мира, потом профессиональная организация революционеров. Снизу, параллельно с этим, во взаимосвязи с этим, снизу этой черты идет развитие капитализма, заинтересованность буржуев в своих рабочих, рост количества рабочих, политическая, ну прежде всего экономическая школа борьбы этих рабочих, которые ищут выразителей своих интересов через эту линию, они ее ищут и находят, а наверху начинается борьба опортунистов с истинными марксистами, социал-демократов с анархистами, но только к июлю 17-го года или к апрельским тезисам, кому как угодно, 17-го года эта борьба достигает своего апогея, когда февральская, буржуазная, по большому счету меньшевистская, правоэсеровская революция не дала ничего России, и тут наступил звездный час людей, которые уже 30 лет к этому готовились. Итак, чтобы понимать, как это происходит, надо понимать, что если у вас нет рефлексии, нравственной, если у вас нет точной картины, и если у вас нет боевой организации, которая возникнуть может только на смычке с рабочим движением, любым, хоть клерковским движением, если оно организовано, то эта система не работает. Если нет заинтересованности в производящей деятельности своего народа, эта система может не работать. Она может работать в других формах, как национально-освободительная борьба, как русская весна, как национально-освободительные восстания в Африке, как борьба с колониализмом, неоколониализмом в Африке, но не так, как во времена великой социалистической революции. По-другому. Ну, потому что у вас нет, у вас есть пережитки, какие-то сословия, классы, какие-то ошметки классового общества, ибо общество фактически архаизировано, а кем оно архаизировано? Западным империализмом первой волны, потому что они для того и сделали, пытались это сделать Российской империей в Первую мировую войну, пытались сделать это потом уже совсем сложной задачей с Советским Союзом, и делают это сейчас современной путинской России. Им не нужна самостоятельный игрок, им нужен источник ресурсов, денежных знаков, дешевой рабочей силой. Все. А если он начинает подниматься, то его будут уничтожать. Все перемешалось. Наследие советских стандартов жизни, наследие советских услуг жизни, ядерное оружие, военно-промышленный комплекс, уровень образования, все это мешает. Но еще и численность населения мешает им. Не знаю как нашим, по всей видимости, судя по пенсионной реформе, точно так же мешает и нашим. Начинаешь задумываться о сговоре, каком-то таком, вот через правое ухо почесать, левой рукой. Но пока у вас не нарисуется картина взаимодействия, эволюции левого движения, с одной стороны, во взаимосвязи с развитием производительных сил и производственных отношений, трудящихся эксплуатируемых с эксплуататорами снизу, вы не нарисуете картину, как это все происходило. А следовательно, не сможете ее экстраполировать на сегодняшний день, с пониманием того, что случилось сейчас. Я предлагаю думать. Красное ТВ провело массу опросов, массу дебатов, батлов, красная жара, вы все видите. и я в полном разочаровании от тех лидеров, которые приходили. Они все яркие, хорошие люди, борцы, но они не идут этой схеме, так как они не будут, не описывают и не создают боевую организацию. Они говорят о философии Гегеля, создают лево-троцкистские или какие-нибудь там, я не знаю, феминистские организации, говорят о правах меньшинств, меньшинств, или о правах каких-нибудь локальных предприятий, но они не понимают, в чем они живут. Самая здоровая идея, которую я слышал, это сохранить свои кадры, но это смерть. Она нездоровая никакая, просто это самое логичное, что я могу объяснить. Позиция же некоторых наших уважаемых спикеров на Красном ТВ, которые говорят, что нам надо развивать капитализм, помогать Владимиру Владимировичу Путину, это озвучивает канал Гоблин, это озвучит Михаил Васильевич Попов, для того, так как он лучше, чем Грудинин, для того, чтобы развивать у себя капитализм, появятся рабочие места, а соответственно и материальная основа для нашей классовой борьбы вызывает у меня следующую ассоциацию, это все равно, так как это предотвратит еще гибель России, следующую ассоциацию, все, что Ленин бы в феврале сказал, царь Николай, так как он, его правительство развивало капитализм, лучше, чем Керенский, так как он привел к той самой анархии, так как самодержавие создает рабочие места и развивает индустрию, а вот февральская революция, она зло, так как она оранжистская и приведет полные продажи к западу, правильно он это говорит, с одной стороны, у него нет нравственной философского отражения общества, у него нет научной картины, и у него нет боевой организации, что же ему еще остается так говорить? Ответ очень простой, перестать это говорить, а строить, писать, собирать кадры, думать. Красное ТВ в 2014 году объявила призыв Красного ТВ, кто не знает, посмотрите, Красное ТВ тогда объявила о сборе людей для того, чтобы создавать корреспондентские пункты, по примеру газеты Искры. Но нас всех тогда отвлек Донбасс. Мы возглавили антифашистский штаб, и значительная часть нашего кадрового состава оказалась на Донбассе. Мы теряли своих товарищей, средства, время. Мы фактически стали частью войны на Донбассе. Сейчас мы пытаемся вернуться. Но уже есть хорошие киты и титаны, которые за это время поднялись. Мы предлагаем всем объединиться и строить эту корреспондентскую сеть. Всем ресурсам, которые есть, отразить морально-нравственное описание того, что сейчас происходит. Нарисовать научную картину того, что происходит в стране. И может быть мудрым людям, политикам предлагаем «Ну ребят, начинайте строить боевую организацию, ибо за вас построят другие». Спасибо.